Привет, друзья мои! Сначала расскажу, в чём суть задачи. Нам нужно найти площадь вот этого большого прямоугольничка, который поделён на 4 прямоугольника поменьше. Площадь одного из них мы знаем. А ещё уже авторы задачи за нас обозначили тут какие-то стороны через XY, ну и так далее. В общем, нужно найти площадь большого прямоугольника. А прелесть этой задачи в том, что это задача с какого-то там итогового теста американского. Не помню какого года, даже не скажу вам, это тест дошкольников или студентов. Но это не суть. Суть в том, что эту задачу невозможно решить правильно. И если вы поставите на паузу и попробуете её решить, я уверен, вы быстренько придёте к ответу. Так вот, когда вы получите ответ, подумайте, почему я сказал, что эту задачу невозможно решить. Ну а потом досмотрите видео до конца и узнаете, правы вы были или нет. Ну а мы с вами приступаем к решению. Итак, мы видим, что сторона вот этого прямоугольника – это Y. Давайте напишем её. Площадь его мы знаем, другую сторону знаем. Получаем Y минус 8 на Y равно 9. Раскрываем скобочки. Получаем квадратное уравнение. И можно по теореме Виета, например, понять, что корни тут либо 9, либо минус 1. Но так как Y – это длина прямоугольника, мы понимаем, что отрицательная величина нам не подходит. И Y может быть равен только 9. Поэтому давайте мы тут с вами напишем 9. Ну тут тоже можем написать 9. Тут тогда сколько будет у нас? Y минус 8. 9 минус 8 – это 1. А 9 плюс 2 – это 11. Ну и 1 плюс 11 – это у нас X. Это 12. Ну а если X – 12, тогда X минус 4 – это 8. Ну и теперь мы с вами спокойно находим площадь прямоугольника. 8 умножить на 12. Будет 96. Если у вас получился точно такой же ответ, я вас поздравляю. В принципе, вы сделали все правильно. Но это не ответ. Почему? А давайте посмотрим еще раз на картиночку. Мы получили, что сторона большого прямоугольника равна 8. И при этом часть этой стороны равна 9. Ну как может быть часть больше целого? Это невозможно. То есть у задачи нет решения. Невозможно ее решить в тех данных, которые были изначально. Составители задачи ошиблись. И, друзья мои, к сожалению, такое на экзаменах бывает. От этого не уйдешь. Если авторы признают свою ошибку, то, как правило, либо эту задачу вообще не учитывают, либо просто ставят всем плюсик. Как будто бы все решили правильно. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. И пока. До новых интересных задач. Спасибо, что решали эту задачу вместе со мной, друзья.